Очень часто думаю, как за временное преступление, пусть даже очень страшное, может быть вечное наказание, это же безбожно. Марьяна, да, когда нет духовного ведения, это действительно кажется немилосердно и жестоко. И при этом мы читаем, Исаак Севин, не называй Бога правосудным. Он не правосуден, но он милосерд. Если бы он был правосуден, никто бы не спасся, потому что мы согрешили, а он распялся за нас. Мы постоянно оскорбляем его грехами, а он дает нам благодать и спасает, и прощает все. Он не правосуден, он милосердный, и спасение – это дар Божий. Твоя проблема в том, что у тебя нет духовного ведения, ты не понимаешь, что вечная мука – это не кара Божия человеку, это выбор человека. Бог не может тебя спасти насильно, он тебе дает выбор, он тебе дает все возможности для спасения. Всем людям, безусловно, дает одинаковые возможности, никто не обделен, каждый человек имеет возможность спастись. И человек сам делает выбор. Бог дает возможность, и если ты делаешь правильный выбор, он тебе помогает, он тебе дарует это спасение. Но только в том случае, если ты сам его выберешь. А если ты откажешься, то есть добровольно будешь служить греху и страстям, то Бог ничего не сможет сделать, он тебе ничем не может помочь. И ты останешься на всю вечность без Бога. А это и есть вечная мука. Но это не кара Божия, это твой выбор, который ты сам сделал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok